всем привет вы на канале про компьютер и в этом видео я вам покажу что делать если компьютер не видит ваш iphone это будет короткий урок смотри это видео до конца тут интересно ну а если ты собираешься в отпуск я рекомендую сайт ru.meteor.com переходи на этот сайт и смотри погоду в любой стране друзья первое что нам необходимо сделать это скачать самую последнюю версию программы itunes социального сайта apple ссылку я оставлю в описании вам достаточно будет с компьютера кликнуть по ней и автоматически пойдет загрузка установочного файла если у вас программа itunes уже установлена то необходимо удалить ее и заново переустановить удаляете через установка и удаления программ заходите в параметры windows заходите в раздел приложения здесь находите программу itunes и естественно удаляете появляется вот кнопка удалить у меня itunes не установлена и я сейчас буду ее устанавливать с нуля дальше буду пошагово объяснять что делать друзья на сайте apple черт голову сломит там все так запутано вот она прямая ссылка которая непосредственно скачается официального сайта apple itunes для 64 битной версии операционной системы windows вот идет загрузка все файлы как мы знаем у нас попадают папку загрузки сейчас скачается программа itunes и мы приступим непосредственно к установке весит установочный файл 194 мегабайта два раза нажимаем сейчас идет мини распаковка установочного файла и пойдет непосредственно установка самой программы также эти рекомендую посмотреть вот это видео у нас появилось приветствие нажимаем кнопку далее обязательно должна стоять галочка автоматически обновлять itunes и другие по apple это если в случае выхода новой программы itunes у вас она будет обновляться автоматически здесь мы нажимаем кнопку установить и ждем пока программа itunes установится пока у нас устанавливается программа itunes я уже подсоединил юсб кабель компьютеру и сейчас я подсоединил второй конец провода к телефону и наглядно продемонстрирую что необходимо сделать чтобы ваш компьютер или ноутбук увидел ваш iphone отлично нас поздравляет с успешной установкой программы itunes мы здесь пока снимаем галочку и нажимаем кнопку завершить друзья как только вы установили программу itunes на ваш компьютер или ноутбук я вам рекомендую перезагрузить ваш компьютер или ноутбук а также перезагрузить ваш iphone и так мы перезагрузили наш компьютер и телефон теперь берем кабель и вставляем в наш iphone обратите внимание у нас появляется табличка доверять этому компьютеру она появляется при первом подключении вашего телефона к вашему компьютеру или ноутбуку надо один раз нажать на кнопку доверять вести код пароль устройства если он у вас есть и теперь обратите внимание если мы зайдем мой компьютер у нас появилось новое устройство iphone где теперь вы можете находить свои фотографии видеозаписи и так далее также если мы запустим программу itunes которая позволяет делать резервные копии а также переносить какие-либо данные с компьютера на телефон из телефона на компьютер нажимаем принять здесь мы также нажимаем обратите внимание программа показала что доступна новая версия itunes вы обязательно нажимаете загрузить itunes здесь мы нажимаем кнопку принять и вот иконка нашего телефона нажимаем на нее и мы здесь можем как обновлять программное обеспечение и также пользоваться другими дополнительными опциями которая предлагает нам программа itunes друзья также хочу отметить что не с первого раза бывает получается подключить потому что windows пишет ошибка usb порта не опознанного устройства для этого я перевернул свой кабель другой стороной и вставил его еще раз и тогда windows успешно определил мой телефон надеюсь урок был полезным ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал